Я, разумеется, присоединяюсь к благодарности в адрес всех тех, кто содействовал возникновению этой замечательной и выставки, и конкурса, и самой идеи. И действительно, вполне оправданным, на мой взгляд, является именно самая добрая слава выхода, потому что можно было ожидать разного рода премий, но то, что мы сегодня в Петербурге и уже не в первый раз подводим итоги, смотрим, знакомимся с наиболее интересными представленными работами в сфере архитектуры, дизайна в Петербурге. Во-первых, это позиционирует город как определенную столицу, центр архитектурного дизайнерского мастерства, чего нам сегодня не хватает. Во-вторых, премия Трезини – это определенная открытость города. Мы всегда были такой столицей оборонной промышленности и немножко более закрытым городом, чем другие, при том, что Петербург, наверное, создавался как один из наиболее открытых городов России. И то, что на берегах Петербурга, города по большей части все-таки российского и русского, мы считаем и чтим память того, кто стоял у истоков его архитектуры, и это Доминика Трезини, это тоже очень значимый такой вот сигнал для всего мира, потому что сегодня совсем другие времена, все опять думают о некоторой обособленности границ, о восстановлении какой-то национальной идентичности. И мы вслух и с гордостью говорим о том, что мы остаемся открытыми, а мы остаемся для всех, и все флаги, как и прежде, в гости к нам. Ну и, конечно, я надеюсь, что в следующем году вот участников будет гораздо больше, желающих посмотреть, приобщиться, познакомиться. Понимаем сегодняшние некоторые ограничения и правила, которые мы стараемся все-таки исполнять. Но хочу пожелать, конечно же, чтобы в следующем году и в дальнейшем людей всегда было много, чтобы архитектурой, дизайном в Петербурге интересовались не экспертное сообщество, не отдельные специалисты, журналисты, пишущие по этой тематике, а самые широкие массы горожан, те, кому не безразлично, в каком городе и в какой стране, в конечном счете, мы живем, те, кто хотят сделать свой город лучше. Приходите, смотрите, учитесь, спорьте и двигайтесь к лучшей жизни в одном из лучших городов мира. В добрый путь и спасибо всем. Заканчиваю тем, с чего и начал. Спасибо. Конкурс «Золотой трезини» проходит с 2018 года. Цель конкурса – выявление и поощрение наиболее художественно-ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела. «Золотой трезини» был и остается единственным в мире архитектурно-дизайнерским конкурсом, проекты победителей которого пополняют собрания Государственного музея. После завершения работы выставки произведения ее участников включат в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. В дни работы выставки на сайте «Золотого трезини» продолжается прием заявок уже на третий конкурс. В этом году победителей выберет международное жюри, в которое входят более 200 экспертов из 30 стран. Участие в конкурсе бесплатное. Почетный председатель Международного совета конкурса «Золотой трезини», президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного эрмитажа Михаил Борисович Петровский. Выставка «Архитектура как искусство» будет открыта для посетителей в Иоанновском ревелине Петропавловской крепости до 29 сентября 2020 года. Вход свободный. «Архитектура как искусство» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова